Не торопись. Может, он про спецназ наврал, про контузию, а сам самого за взятку выперли. А? Не думаю. Доверяй, но проверяй. Как это проверишь? Ну, есть одна идея. Привет. Спасибо, уже лучше. Слушай, ты говорила, что когда-то работала в военном госпитале. Ты не могла бы узнать, за последний год не лежал там некий Николай... Савкин. Николай Савкин. По контузии. Отставка по контузии. С контузией. Привет. Привет. Что ты тут делаешь? Да вот, заскочил проведать. Ты же вроде за женщиной за этой должен следить. Да она дома там. Дима этот мелкий ее сторожит. Если что, звонится. Кстати, это тебе. Зачем это? Затем, что я хочу пригласить тебя на свидание. Антон, я не могу пойти с тобой на свидание. Послушай, пойми меня правильно. Дело не в тебе. Дело во мне. Я не готова. Это ж просто свидание. Я ж тебя не прошу замуж за меня уходить. Больше приходить сюда не надо. И вот этого ничего тоже не надо. Лен. Тут подарки твоим детям. На вот, возьми. У меня по математике пятерка, по окружающему. А потом по литературе, по русскому, математике. Там по английскому пятерочка. Что, Анют? А тебе очень нужно было уезжать? Конечно, нужно. Мне же вас с циркой нужно одевать, кормить. А теперь она некоторое время, а? Хватит. А потом опять ты едешь. Я с ума сойду, если с тобой что-то. Вот, папа, смотри, еще пятерка по литературе, английскому. О, вот, по физкультуре. А вот так. Ты умница у меня, умница. Слушай, иди к себе, а? А я сейчас приду. Ладно. Да? Нам с мамой еще поговорить надо. Я... Обещаю, что со мной никогда ничего не случится. Я тебя больше никуда не отпущу. Анют, мы же с тобой договорились больше не обсуждать мою работу. Я 12 лет. Так шла, не знаю, вернешься ты из очередной командировки или нет. Больше я так жить не хочу. Я делаю ту работу, за которую мне платят деньги. Ты думаешь, я не знаю, что делаем только в деньгах? А в чем? Ты как-то не поймешь, что те преступники уже в прошлом, а ты больше не супермен, который должен спасать мир. Ну, я не знаю, ну, пойди учиться, ну, найди работу какую-нибудь. Ну, что-нибудь измени. Я что-нибудь придумал, хорошо? Да, 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 да. Я не придумаю. Мне же главное, чтобы вы с Иркой счастливы были. Ни в чем не нуждались, хорошо? Да? Хорошо. Я понял. Ну что, твой Савкин не врет. Знакомая наша докторша подтвердила, что он действительно лежал с контузией в военном госпитале. Я не сомневался. Вот, кстати, и он. Здорово, Коль. Это Макс, мой друг. Николай, спасибо, что приехал. Костя много хорошего про тебя рассказывал. Отойдем, поговорим. Я здесь подожду. Ну, не буду ходить вокруг да около. Хочу тебе предложить работать с нами. С кем это с вами и что за работа? Со мной, с Костяным. Еще несколькими людьми. Работа опасная, но очень полезная. Звучит интригующе, а поконкретнее? Очищать общество от подонков и всякого рода мрази. А проще говоря, убивать тех, кто этого заслуживает. Я так и думал. Если бы я знал, что ты оружие для братвы закупаешь, не стал бы связываться. Подожди, Коль, какая братва? Знаете, парни, меня один раз уже приглашали вступить в ОПГ, я тогда отказался, и сейчас откажусь. И еще, вот с этой минуты не я вас, не вы меня больше не знаете. Ты меня не понял. Мы не ОПГ. Я бы даже сказал совсем наоборот. Это как? Еще совсем недавно я работал в УБОП. Последний задержанный мной преступник. Подкупил мое руководство и вышел на свободу. Я ушел из органов, выследил этого урода и убил. И поверь мне, он этого заслуживал, как никто другой. В нашей группе в основном бывшие военные или сотрудники. Всего нас на данный момент шесть человек. Ну, допустим, то, что ты говоришь, правда. Кто финансирует вашу деятельность? Мы сами. Деньги отняты у бандитов, мы пускаем на операцию. Ну и жить нам на что-то надо. Тебе тоже. Я понимаю, очень трудно во все это поверить. На твоем месте я бы тоже сомневался. Если тебя что-то не устроит, сможешь уйти в любой момент. Ладно. Посмотрим, кто вы и чем занимаетесь. Когда можно приступать? Можно прямо сейчас. Время есть. Поехали? Поехали. Это Антон. Он у нас следователь. Правда, бывший. Николай. Этого молодого человека зовут Дима Чижов. Работает в ППС. С нами совсем недавно, но парень толковый, смелый. Костяна, ты знаешь? Меня уже тоже. Говорил, вас шестеро. Да, есть еще две девушки. Лена наш врач и Ольга прокурор. Ну, с ними потом познакомишься. Ладно, давай перейдем к делу. Присаживайся. Мы сейчас разрабатываем банду черных риэлторов. Ну, схема их работы довольно проста. Вот этот участковый милиционер находил одиноких стариков с квартирами. Стариков убивали, а квартиры переоформляли на себя задним числом. Теперь участкового нет живых. Осталось четверо. Сейчас наш объект она. Некая Лариса Калмановская. Юрист. Нотариус. У нее самая циничная роль. Не пачкая руки в крови, она оформляла квартиры стариков и продавала их. Вы собираетесь ее убить? Ну, мы могли бы, но насколько это продуктивно? Об этих троих неизвестно практически ничего. Калмановская единственная, кто может нас вывести на них. То есть ты хочешь ее захватить? Именно. Подробнее о ней расскажет Антон. Он последние дни с Димой следил за ней? Ну, что я могу сказать? Тетя очень занятая. Эдакая бизнес-леди. Ее день, судя по всему, буквально расписан по минутам. Итак, ровно в 8.45 она выходит из дома. Ни минуты раньше, ни минуты позже. Судя по машине, бабла с квартиры нормально поднимает. 9.15 она уже в офисе. Плюс-минус 5 минут. Ее контора занимает несколько комнат вот в этом здании. Внутрь без предварительной записи не попасть. Два дня подряд, ровно в час дня выезжал из офиса. Мы проследили, ездил в больницу. Ну, так, значит, жду вас завтра в это же время. И что, это теперь каждый день? Что делать надо? Спасибо. До свидания. В больнице она проходит какие-то процедуры, я услышал. Ну, вот, в общем-то, и все. Дальше она возвращается в офис, откуда уезжает, только в 11 часов вечера. И сразу домой. Никаких встреч вне дома в районе офиса. Это, как я понял, ее телохранитель. Да, ни на секунду ее не отпускает, даже ночует у нее. Низкорослый, крепкий. Но на тупого быка не похож. Может оказаться серьезным препятствием. Оружие у него есть? Я не знаю, не видел. Скорее всего, есть. Надо это проверить. Костян, поедешь с ребятами, придумай там что-нибудь. Только по-тихому. Надо понять, на что он способен. Смотрите, не проморгайте. Папарацци. Они выходят. Выходят. Давай. Этот охранник у нее не просто так для виду. Видно, что подготовленный среагировал сразу. Действовал как профессионал по инструкции. Но от моей СВД он вряд ли ее спасет. Даже не думай. Она нужна нам живой. Он вооружен. Ствол, судя по всему, боевой. Но мы ведь тоже не с пустыми руками будем. Ни телохранитель, ни водитель ни в коем случае не должны пострадать. Они ни в чем не виноваты. Просто выполняют свою работу. Похитить Калмановскую будет непросто. Но мы это сделаем. Да ладно, успокойся, ты все нормально пройдет. Смотри, ездит. Они подъехали ко входу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА